эти наши запасы на весну это какая-то часть я сейчас я улики поставлю и под поставку снизу под подставки поставлю вот эти баночки налью воду чтобы отсюда муравьи не смогли вверх подниматься вот снизу там арматура забита и она вот так будет выглядеть вот арматура будет посередине отсюда муравьи не смогут подняться вот так мы будем сохранять на весну для развития пчел чем на сиропе на рамках на меде развития намного быстрее и лучше вот так ставим ящик наши запасы каждого пчеловода должны быть запасы чтобы пчела хорошо развивалась если не будет запасов то слабые пчелы будет если развитие пчел слабое то и меда мало будет количество пчел собрать не получится тут на меду развитие пчел идет намного быстрее и лучше все у нас здесь не помещается раз два три 4 5 6 7 9 10 на сентябрь на сентябрь на сентябрь сверху сейчас ставим русский вот оставим ноковые ташечки и все закрыли. Литок у нас, литок тоже, как видите, железка закрыта. Или другие насекомые не заходили. От муравьев эта железка не поможет, от муравьев у нас стоит. Панечки поставил снизу, сейчас сверху это поставлю. Несколько уликов сверху поставлю, потом снизу наблю воды. Самое главное, чтобы здесь они не касались по бокам. Если по бокам будет касаться, то у нас этот, оттуда могут муравьи. Муравьи хитрые, существа, они могут оттуда подняться и зайти. Чтобы этого не было, мы должны по бокам касаться и там вода должна быть. Все. Сейчас вот эти еще остались у нас, не упакованные. Вот там в ящиках еще есть, еще в этом ящике есть запасы. Запасов так, что в этом году хватает. Каждый год вот так оставляем запасы для развития пчел. Вот наши боевые запасы, три рамки, три ящика. Здесь тоже три ящика и там тоже три ящика. В каждом ящике по 13 граммах с медом. В каждой рамке, как минимум, как минимум килограмм меда. У некоторых полтора есть, некоторых тварь. Так что пчелы, у пчел есть боевые запасы на весню.